Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. Сергей, расскажите, что вы тут делаете, какие ваши цели на форуме и какие ожидания у вас от этой недели ритейла. Добрый день. Я являюсь членом правления Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла. И мы сейчас проводим первую академию РАЭР, в рамках которой проходят две конференции. Сегодня на конференцию мы пригласили ведущих бизнес-тренеров России. Бориса Жалила, Михаила Люфанова, Асю Барышева и нескольких других. И они рассказывают участникам недели о том, как повысить продажи в розничном магазине, не используя ценовые промо. Скажите, а насколько мне интересно бизнес-тренеры, способные научить ритейлеров, как продавать в ритейле, хотя они сами ритейлерами не являлись и не работали? То есть как может человек со стороны давать советы индустрии, например? Как индустрия натреагирует? Ну, начну сначала. Бизнес-тренеры для ритейла делятся на две группы. Это первое, тренеры по продажам, которые в совершенстве знают такой инструмент, как продажи конечному потребителю. И это эксперты ритейла, к которым отношусь, в частности, и я. Это те, которые проработали больше 10 лет в ритейле и рассказывают о том, как управлять ассортиментом, запасами. И, в общем-то, знают индустрию изнутри. Поэтому индустрия нормально относится и к тем, и к другим. Как у вас аудитория в зале на этих сессиях? Она готова слушать то, что им советуют, воспринимать? Верят ли они этим словам? Или все-таки есть какой-то некий скептицизм? Потому что мы же в России любим очень советы давать. У нас же каждый второй может советовать. Ну да, как говорят, советы просят для двух вещей. Для того, чтобы сделать наоборот или чтобы сделать так, и потом было кого винить. Нет, конечно, аудитория активная, слушает. И я думаю, все-таки эти инструменты, хотя бы если на 10% будут реализованы, то результат будет. Прекрасные слова. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспертами.